В Ханты-Мансийске сейчас проходит второй этап чемпионата России по слэдж-хоккею. После третьего станет известно, кто из нашей команды примет участие в Паралимпиаде. Четырехкратные чемпионы страны Югра сейчас выступают успешно, чем показывает пример юным спортсменам. Мамонтята Югры сегодня готовятся к товарищескому матчу с уральцами из Екатеринбурга. Кстати, двое ребят из юношеской команды отобраны в молодежную сборную России. Сюжет Марины Селезневой. В хоккей играют настоящие мужчины. Среди этих молодых людей трусов точно нет. Вместо коньков слэдж сани, вместо одной клюшки сразу две. Денис Горельский на льду пять лет. В рамку встал. Недавно признается, в этой части игровой площадки ответственности намного больше. Вратарь это уже половина команды. Да и то, и то сложно, но мне больше сложнее вратарем все-таки, мне кажется. А почему? Да, больше двигаться, больше внимания. Вообще, в принципе, всего больше. Хоть и кажется, что не такая большая нагрузка. Ну и ответственность тому же, да. Играет и за взрослую команду. Сейчас торопится на собрание. Дел не в проворот, ведь его отобрали в молодежную сборную России. Честь страны на мировом уровне будет защищать и Егор Зайцев. Сейчасшний вызов в сборную молодежную России для меня был совсем неожиданным. И дальнейшая моя цель – попасть на паралимпийские игры. В мамонтятах играют ребята из Ханты-Мансийска, Сургута и Нефтьюганска. Молодые спортсмены не собирались 7 месяцев. Добавились и новые игроки. Сейчас их объединила подготовка к товарищеским встречам с командой «Уралец» из Екатеринбурга. Они состоятся в ближайшие выходные и пройдут в рамках чемпионата России по слэдж-хоккею. Одна играет и замещает 100 тренировок, заменяет, да. И ребята почувствуют уверенность. Новенькие ребята посмотрят, они ни разу не играли для них. Это будет впервые, и они окрепно поймут, потому что в игре им сразу же все видно и понятно. Когда тренировка, тренировка. Игра – это серьезный опыт. В прошлом сезоне команда уже встречалась с уральцами. Тогда мамонтяты Югры в сухую одержали победу. По мнению главного тренера, уровень мастерства у обеих команд вырос. Уверен на красивую игру и достойный результат. Кстати, товарищеские встречи дадут игрокам не только возможность обменяться опытом. Юные спортсмены смогут посмотреть игры чемпионата России по слэдж-хоккею, который проходит в Ханты-Мансийске, и даже встретиться с профессионалами. Марина Селезнева, Александр Шималин. Вестию Гория. Ханты-Мансийск. Субтитры создавал DimaTorzok